Переходим к следующему докладу. Докладчик Евгений Наумович, именито. Это генетика рака щитовидной железы и все аспекты этого направления. Пожалуйста, 20 минут, да? Спасибо. Добрый день. Ну, вообще, если говорить про генетику рака щитовидной железы, то, в общем-то, фактически, на сегодняшний день, какую бы опухоль мы ни взяли, за исключением базально-клеточных карцином, все остальные раки, по крайней мере, с точки зрения практических аспектов, предусматривают повреждения, связанные с передачей сигнала к делению от мембраны к ядру. Путь это достаточно стандартный. Сначала у нас есть активация рецептора тирозинкиназы, который расположен на мембране. В норме этот рецептор отвечает на сигналы извне. В случае опухоли этот рецептор активируется и передает сигналы в ядро, сигналы к делению. Могут быть активация не только на уровне рецептора, но и на уровне любых промежуточных белков, которые передают сигнал от мембраны к ядру. Какую бы опухоль мы ни взяли, эту картинку многие могли уже видеть, потому что она мигрирует из презентации, из презентации. Принцип один и тот же. На самом-то деле только название рецепторов меняется для разных опухолей. В случае рака щитовидной железы это рецептор, который называется РЕТ. И он интересен тем, что, честно говоря, в подавляющем большинстве обычных тканей сам этот рецептор РЕТ большой роли не играет. Он более или менее уникален для рака щитовидной железы. Ну и поэтому отсюда, в общем-то, стандартный набор мутаций рецептора ген РЕТ и белки РАС и РАФ. Если говорить о практических аспектах, что можно извлечь для практики из этого каскада, то речь идет в первую очередь, самое главное и первое по хронологии события, это разрешение такой проблемы, как наследственный рак щитовидной железы. Далее, мутации в онкогенах могут использоваться в качестве диагностических маркеров, в первую очередь с точки зрения идентификации единичных опухолевых клеток, дифференциальной диагностики между злокачественными и другими поражениями щитовидных желез. Ну, так, извините, я что-то не то сделал. Ну и, разумеется, то, что наиболее популярное направление – это таргетная терапия, терапия реориентирована на молекулы. Ну, на самом-то деле, в этой таблице, в ней вся практическая молекулярная генетика рака щитовидной железы. На самом-то деле, есть два огромных класса рака щитовидной железы, и они немножко отличаются по своим молекулярным характеристикам. Вот эти четыре группы опухолей – это опухоли фолликулярных клеток. Это те клетки, которые в норме продуцируют гормон щитовидной железы. А вот эта опухоль, медулярная карцинома, – это опухоль перифолликулярных клеток, так называемых С-клеток, которые в норме продуцируют кальцитонин. В свою очередь, фолликулярные карциномы делятся на дифференцированные, извините, карциномы из фолликулярных клеток делятся на дифференцированные и недифференцированные. Дифференцировка карцином может идти по двум альтернативным путям. Это либо папиллярные карциномы, либо фолликулярные. Они отличаются не только по морфологии, но немножко различаются по спектру молекулярных событий. А вот если карциномы теряют свою дифференцировку, то из этих же клеток образуются либо низкодифференцированные, либо анапластические карциномы. Самый главный рецептор для рака щитовидной железы, как я уже говорил, это тирозин киназарет. Интересно, что у нее бывают два типа нарушений, причем все эти нарушения приводят к одному и тому же результату. Активация рецептора вне зависимости от того, поступает сигнал к делению или нет. Если это точковые мутации, то это карциномы из перифолликулярных клеток, медулярные карциномы. А вот если это активирующие перестройки, то тогда получаются папиллярные карциномы, карциномы из клеток фолликулов. Если брать хронологию, то первое, что было достаточно исчерпывающе изучено, это относительно редкое заболевание, наследственный рак щитовидной железы. На самом-то деле, сами по себе медулярные раки, они относительно редки. Они составляют меньшую часть опухоли щитовидной железы. При этом каждый третий медулярный рак – это наследственное заболевание. Наследственное заболевание необычное. Подавляющее большинство наследственных заболеваний, практически все известные наследственные заболевания, кроме наследственного рака щитовидной железы, подразумевают, что наследуется инактивирующая мутация, мутация в супрессорном гене. И механизм большинства наследственных раков связан с тем, что оставшаяся копия супрессорного гена повреждается и запускается процесс опухолевой трансформации. Рак щитовидной железы – редчайшее заболевание, единственное из мне известных, при котором наследуется активированная мутация. Получается, что каждая клетка организма содержит активирующую мутацию в гене РЕД. Но что при этом интересно, что страдают только несколько органов. Несмотря на то, что причина наследственного рака щитовидной железы одна – мутации, активирующие в онкогене РЕД, проявления могут быть немножко разные. И отсюда клиническая классификация, когда в свое время синдром множественных эндокринных неоплазий второго типа стали разделять на подтипы. Речь идет об изолированном опухолевом процессе в медулярных карциномах щитовидной железы, а также разновидности 2А и 2Б. Для обеих этих разновидностей характерно сочетание медулярного рака щитовидной железы и феохромоцитомы – это общее. А вот в чем различие? В том, что здесь есть морфодноидный тип лица и морфодноидный тип туловища, и при этом ганглионевромы слизистых оболочек. А вот в этом случае, в случае синдрома 2А, таких различий нет. Почему так происходит, что у разных людей мутации в одном и том же онкогене вызывают разные по тяжести проявления? Все зависит от позиции мутации. Вот, посмотрите, это схематически приведен онкоген РЕТ. И если мутация происходит в 918-м кадоне, то тогда это самое тяжелое проявление – множественная эндокринная неоплазия 2Б. Если мутации в других участках, то тогда это синдром 2А. А отдельные нуклеотиды характеризуются тем, что при таких случаях появляется изолированная медулярная карцинома. Интересно, что если мы возьмем спорадические медулярные карциномы, а их две трети – треть наследственная, две трети спорадические – мутации будут такие же. Просто в одном случае мутация в онкогене РЕТ наследуется, а в случае спорадических медулярных карцином эта мутация возникает соматически при делении клеток щитовидной железы и образуется при этом злокачественный клон. Что существенно? Сама по себе позиция мутации имеет значение и для диагностики, и, самое главное, для дальнейших действий. Потому что если установлено, что присутствует наследственная мутация, это единственное из мне известных заболеваний наследственных раков, где категорически не просто рекомендуется, а входит в минимальные стандарты врачебной помощи профилактические операции. Что существенно? Возраст операции, когда профилактически удалять щитовидную железу, он зависит от позиции мутации. Если самый злокачественный вариант, мутация в кодоне 918, то считается, что риск тяжелого заболевания очень высокий, и необходимо удалять щитовидную железу профилактически на возрасте до одного года. При других мутациях, вот это самое частое, немножко эти рамки отодвигаются. И при умеренном риске допустимо, в общем-то, удалять щитовидную железу уже относительно, я не забыл терминологию, но в, так скажем, школьном, примерно школьном детском возрасте. Существенно, что если в отношении рака молочной железы, рака яичников, профилактическая операция тоже рекомендуется, но так или иначе там многое оставляется на усмотрение самих пациенток, то в данном случае, это еще раз повторяю, единственный пример наследственного рака, где профилактическая операция обязательно. Если ее не сделать, то это считается нарушением, ошибкой. У нас происходит активация теразинкиназа РЕД, и как следствие появляется мишень для специфической терапии. Практически все теразинкиназные ингибиторы, которые на сегодняшний день есть, у них примерно один и тот же механизм действия. Посмотрите, вот это у нас рецептор. Как рецептор передает свой сигнал? Рецептор фосфорилирует белки и мишени для того, чтобы передать сигнал к делению в ядро. А откуда берется фосфор? Фосфор берется с молекулы, которая называется аденозин-3-фосфат, АТФ. Все на сегодняшний день ингибиторы протеинкиназ, теразинкиназ представляют из себя аналоги АТФ. Причем эти аналоги настолько специфичны, что они могут связываться только с тем рецептором, для которого они подготовлены. Получается, что теразинкиназный ингибитор, он конкурирует с эндогенной молекулой АТФ и таким образом препятствует фосфорилированию белков в мишени и, как следствие, препятствует передаче сигнала деления от рецептора к ядру. Первый ингибитор, который появился, это препарат вандотониб. Но сейчас мало кто помнит, что вообще, когда препарат разрабатывался, то исходили из того, что главное его показание будет вовсе не рак щитовидной железы. Вандотониб один из первых ингибиторов, который относится к классу, так называемых мультикиназных ингибиторов. Идея заключается в следующем. Эта молекула, аналог АТФ, она может поражать не один единственный рецептор, а несколько рецепторов, несколько теразинокиназных рецепторов. Они достаточно похожи между собой. Когда появился вандотониб в клинических испытаниях, то очень большие надежды возлагались на лечение рака легкого. И главной мишенью считался все-таки молекула рецептора эпидермального фактора роста. Это ген, который характерен для всех карцином, его активация, и который активируется при раке легкого. Другие эффекты, в частности, инактивация онкогена РЕД и рецептора, который связан с ангиогенезом, рассматривались как фактически дополнительные свойства вандотониба, нечто, что помогает уничтожать опухолевые клетки за счет угнетения не только основного онкогена ИГФР, но и дополнительных молекул, в частности, каскадов ангиогенеза. Я хорошо помню в 2002 год, когда стало выясняться, что испытания известного ингибитора ИГФР и РЕССы закончились неудачей, и тогда медицинские специалисты-производители Астрозенеки говорили, ничего страшного, у нас есть новый препарат вандотониб, с ним связывают намного больше ожидания, и поэтому, скорее всего, ИГФР и РЕССы вообще перестанут уделять внимание, появился новый мощный препарат для лечения рака легкого. Коммерческое название этого препарата планировалось «Зактима». Зактима, вандотониб для лечения рака легкого, не смог выдержать клинических испытаний, клинические испытания по лечению рака легкого закончились неудачей, но, как оказалось, вандотониб оказался очень эффективным препаратом для лечения совершенно другого класса опухолей. В то время как изначально препарат рассматривали как средство для инактивации рецептора эпидермального фактора роста и, возможно, других молекул, оказалось, что главной мишенью на практике является именно тирозинкиназа РЕД, онкоген РЕД. И вот, посмотрите, это первое клиническое испытание вандотониба, испытание на больных с наследственным медулярным раком щитовидной железы. Посмотрите, какая прекрасная эффективность. Все больные, у которых включены в испытание, опухоль уменьшается. При этом есть определенные комментарии. Во-первых, изменилось коммерческое название препарата. Вандотониб для лечения рака легкого назывался Зактима. Когда этот препарат стал применяться для лечения рака щитовидной железы, у него изменилось коммерческое название. Теперь он называется Капрелса. Хотя на самом-то деле это одно и то же химическое соединение. И еще один момент. На самом-то деле показания для применения Капрельсы несколько уже, чем для многих других таргетных препаратов, потому что у него есть редкий, но достаточно опасный побочный эффект. Удлинение КУТ-интервала. Удлинение КУТ-интервала – это очень опасное сердечное осложнение, которое может привести к остановке сердца и к внезапной смерти. Поэтому редкость для таргетных препаратов в начале, когда вандотониб появился, его вообще могли применять только отдельные сертифицированные врачи. Сейчас могут применять любые медицинские онкологи, но при условии, что они знают об этом осложнении. Как оказалось, все-таки внезапные смерти и удлинение КУТ-интервала оказалось это осложнение опасным, но так или иначе не столь значимым, как казалось в начале на этапе клинических испытаний. Так или иначе, показания для назначения капрельцы достаточно узкие. Речь идет не просто о диссиминированном медулярном раке молочной железы, а речь идет о прогрессирующем медулярном раке молочной железы, который не сдержать другими средствами. Еще одна особенность – препарат изначально разрабатывался для лечения наследственного рака, только наследственного. Но так как механизмы наследственного и спорадического медулярного рака по сути одинаковые, речь идет об активации киназы РЕД, неважно, наследственная или соматическая мутация, то получается, что в целом медулярный рак щитовидной железы, если заболевание прогрессирует активно, это показания для назначения вандетониба. Ну, разумеется, этот препарат очень дорогой, потому что заболевание редкое, за границей он носит статус орфанного препарата. У нас, к сожалению, законодательство не готово охранять онкологические препараты для редких опухолей, поэтому этот препарат, он, конечно, труднодоступен. Посмотрите, мы все время говорили о редкой разновидности раков, медулярный рак, неважно, этот рак наследственный или спорадический, речь идет об активации тирозинхиназа РЕД. А если брать опухоли, которые происходят из фолликулярных клеток, здесь тоже активируется онкоген РЕД, но активируется он за счет другого механизма, за счет перестройки. Что это означает? У нас сам ген, он достаточно длинный, и белок достаточно длинный. Ферментативную активность имеет только, скажем так, вторая часть белка, вторая половина, концевая последовательность. Начальная часть белка, она осуществляет регуляторную функцию, сдерживает ферментативную активность белка. Как возникают, в частности, популярные раки щитовидной железы? Происходит перестройка гена. Что такое перестройка? Посмотрите, вот у нас две разные хромосомы, одна красненькая, другая белая. Бывают, к сожалению, такие ситуации, когда хромосомы меняются своим генетическим материалом. Так устроена природа. И вот когда появляется подобная химерная молекула, где, видите, часть генетического материала с одной хромосомы, а часть с другой, то, к сожалению, возникают химерные продукты. Речь идет о слитных генах, когда у нас каталитическая активная часть киназа-ред отрывается от основного гена и прикрепляется к совсем другому генетическому участку. К сожалению, образуется белок, который обладает ферментативной активностью, но при этом не может сдерживаться, потому что потерялся регуляторный участок. И, как следствие, активация тирозинкиназа-ред посредством перестроек, это, к сожалению, достаточно частая перестройка, которая характерна для папиллярных раков щитовидной железы. Активация мишеней. Вот у нас идет каскад. Если мутация не произошла здесь, то, к сожалению, есть другие гены, где могут произойти активирующие мутации. И следующий из них – это ген белок БИРАФ. На самом-то деле, активирующие мутации в гене БИРАФ были открыты 12 лет назад в ходе программы, которая была посвящена целенаправленному поиску мутаций при раке. Что интересно, активация БИРАФ очень хорошо известна благодаря изучению меланому, благодаря появлению двух препаратов – ВЕМУРАФИНИП, ЗЕЛЬБАРАФ и ДАБРАФИНИП. А на самом-то деле, еще та группа, которая идентифицировала эти мутации, показала, что примерно с такой же частотой мутации бывают не только при меланоме, но и при раках щитовидной железы, которые происходят из фолликулярных клеток. Что существенно? Мутации БИРАФ в зависимости от того, какая разновидность карциномы – это может быть либо папиллярный рак, либо анапластический, либо низкодифференцированный – у них частота варьирует от 10% до 50%. Но, к сожалению, когда активируется БИРАФ, происходят метаболические реакции, когда опухолевая клетка теряет возможность поглощать йод. И вот это приводит к неудачам терапии радиоактивным йодом. Поэтому, если вы возьмете опухоли, которые утратили чувствительность или не имели чувствительности к терапии радиоактивным йодом, то среди них частота мутации БИРАФ составляет 90%. Для БИРАФ появился специфический ингибитор. На самом деле, их два этих ингибитора. Это препарат ВЕМУРАФИНИП, ЗЕЛЬБАРАФ – коммерческое название, и ДАБРАФИНИП – у него коммерческое название – это МИНФЛАР. Эти препараты, которые зарегистрированы для лечения меланомы, потому что меланома – часто и очень агрессивно текущее заболевание, там относительно легко организовывать клинические испытания. А вот раки щитовидной железы, сходящие из фолликулярных клеток, они и более редкие, и текут более доброкачественно. И стандартная терапия, есть терапия йодом достаточно эффективная, поэтому здесь очень сложно организовать клиническое испытание, даже понимая, что есть специфический ингибитор, который подавляет избирательно мутированную киназу. Поэтому те наблюдения, которые есть, это не результаты клинических испытаний, которые проводятся фармацевтическими фирмами, это экономически, к сожалению, не оправдано, а результаты инициативы докторов, которые имеют право назначать препарат, даже если показания не зарегистрированы, а при этом здравый смысл в этом есть. И вот посмотрите, это одна из двух статей, которые на сегодняшний день доступны, это американские врачи, исследователи, они назначали зельбараф, вимурафениб, больным с популярным раком щитовидной железы, у которых мутация в гене Бираф. Еще раз подчеркиваю, это off-label experience. Имеют право врачи назначать подобные препараты, если назначение патогенетически обосновано. Результаты сказать, что они хорошие, да, конечно, хорошие. Посмотрите, все больные, которые включены в исследование, у них наблюдается либо явное уменьшение размеров опухоли, либо как минимум стабилизация. Но, к сожалению, так же, как и при меланоме, эффекты довольно кратковременные. Посмотрите, вот эти треугольнички, они означают, что назначение препарата приостановлено. И получается, посмотрите, примерно половина больных, у которых заболевание, пришлось приостановить назначение препарата, либо из-за прогрессирования, либо из-за токсичности. Так же, как и при меланоме, к сожалению, эффекты кратковременные, измеряются несколькими месяцами. Еще один ген, который часто мутируется, это ген РАС. На самом-то деле, генов РАС-3, это НРАС, Харви РАС, КЕЙРАС. При щитовидной железе чаще всего мутируется НРАС, в то время как при других опухолях другие буквы. В частности, КЕЙРАС более часто мутируется, чем НРАС при других опухолях. На самом-то деле, только сейчас стали появляться экспериментальные ингибиторы для белков семейства РАС. До этого их не удавалось получить. И при этом на других опухолях используется инактивация мишеней генов РАС, в частности, КЕНАЗы МЕК. Но, опять же, на раках щитовидной железы подобные работы не проводятся, и, наверное, в обозримом будущем не будет проводиться, потому что здесь сложно организовать клинические испытания. Ну и нельзя забывать, что на самом-то деле мутации, про которые я говорю, методы, которые выявляют мутации, они характеризуются очень высокой чувствительностью, уникальной чувствительностью, благодаря полимеральной цепной реакции. И поэтому, в общем-то, исследовательская медицина не оставляет надежд попытаться разработать методы дифференциальной диагностики, методы детекции единичных злокачественных клеток щитовидной железы на основе мутаций как маркеров злокачественного заболевания. Так или иначе, если применение таргетных препаратов более или менее входит в жизнь в развитых странах, то вот эти диагностические методы остаются экспериментальными. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова